Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топик Геймс. Мы на аккаунте Михалыча и только сейчас я добрался до второй недели обновления именно восьмого сезона. Давайте посмотрим, что у нас здесь ожидает. Здесь индюшиная бега, это немножечко я попробовал чисто для себя поржать. Но меня интересует вот что. Вот это вот гадалочка. Я даже заблаговременно построил или взял с собой ресурсы. И естественно сейчас мы завершим вот эту вот постройку. Не знаю, даже какое-то свечение начало от нее идти. И конечно же нужны билеты. Билеты у меня куча ребят на почте, потому что выиграю турниры. Хотя ребят, вы можете написать сколько у вас уже билетов. Я знаю, что у ребят есть по 5000 билетов. Я немного отстаю. И кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Это довольно неплохо поднимет в рейтинге канал. Ну и позволит вам выиграть премиум аккаунты, донатные коробки и плюс 10 уровней. Да и так буду разыгрывать. Может быть немножечко деньжат на мобильный счет пополнить. Но это все только после того, когда подпишетесь, лайкните и конечно же прокомментируйте хотя бы один видос. Ну а чем больше видосов, тем больше шансов победить. Итак, гадалочка. Ну что, хочешь получить хорошее предсказание, которое, ну неприятно сбрунзится, принеси билеты к гадалке. Давай, на. Найди пропажу в каменных горах. Получено предсказание. Каменные горы. Поехали, поехали. Кстати, что она может еще одно предсказание? Да ладно, каменные горы. Давайте сначала в каменные горы. Я думаю, что именно там что-то хорошенькое мы найдем. Причем, бафы какие-то должны там быть. Я же читал. Это обязательно должно случиться. Итак, каменные горы. Гуманитарные мне не нужны. Подождите, камни же ведь здесь. Каменные холмы, каменные предгория, а вот каменные горы. Поехали именно туда. Так, гадалка нагадала мне, чтобы я именно сюда пришел и именно здесь получил твой крутой бонусец. Именно здесь сейчас мы, ребят, сделаем очень крутой замес. Давайте, в принципе, бензин уже закончился, но я думаю, что проблем нету. Все, кто выполняет задание, все имеют бензинчик. Особенно в прошлый раз, с тюрьмой, я себе нафармил 160 бензина, ребят, это немало. Потому что там можно было выбить именно бензин. Я думаю, что это круто. Давайте получим мега крутые награды. Что же, гадалка, мне тут в каменных горах-то что-то должно случиться. Непременно. Ля какой. Заодно, наверное, и турнирчик. Найдешь ключ. Блин, мужик, что? Я не успел прочитать, какой ключ. Ну, давай идем за ним. Я так понимаю, смотрите, он тоже в байкерском весь. Я не знаю, его убьют или нет, но у меня турнир начнется буквально через несколько секунд. Я так понимаю, что нужно было прочитать. Но, как всегда, я не особо-таки круто читаю. Ну, не особо быстро. Не понял даже, что нужно делать. Если честно, я думал, что с ним нужно драться. Ну, я думаю, что здесь можно также немножечко подыскать. Да, что же вы будете делать-то? Да, какие вы все плеватели-то на одно лицо. Все хотят в глаза-то плюнуть. На самом деле, очень удобно, когда начинаешь запись. Потому что ты можешь перемотать и, естественно, прочитать, что здесь какого-то напарника я должен найти еще какой-то интересный ключ. И, наверное, мне поможет здесь дробовик, как минимум. Потому что я не думал, что сейчас у меня такой будет лютый замес. И... Опа. Мужик, привет. А то вы, ну, у моего напарника груз в воде. Да я понял, ты что? Опять куда-то убежал? Что за беда? Ну, ладно. Давайте, ребят, немножечко подстреляем. Отстреляем зомбятину. Как я и не люблю, когда они плюются. Вообще, мой дробовик улучшенный. Он вообще с первого раза убивает всех токсичных зомби. Поэтому я даже, если честно, очень жалею, что не успел улучшить. Ну, как не успел? Если я сейчас уйду с этой локации, то, по-моему, ничего больше не случится. Кстати... Опа. Ох, волчар. Вот этот волчар очень опасный в связи с тем, что он просто очень быстро атакует. Итак, труп курьера. Похоже, курьер так и не добрался до ярмарки. В кармане мы обнаружили ключ. Ну, окей. И что? Где ключ? Обнаружишь ключ? Груз твой. Правильно? Так сказал мужик? Ну, какой? Какой? Давай груз. И где мне теперь груз? Может быть, на ярмарку идти? Это, конечно, дилемма. Очень большая дилемма. Я попробую, конечно, подыскать здесь еще что-то. Опа. Смотрите, может быть, это оно? Навряд ли, конечно. Такие ящики появляются везде и повсюду. Опа. Вот билетик, ребят. От билетов сколько куча сыпанул. Наверное, это и есть та награда, за которую я сюда пришел. Потому что понятно, что если бы я нашел ее раньше, то мне бы сказали, что ключ. Но ключа мне не оказалось. Поэтому, ребят, давайте сразу же. Кстати, вот еще одна фигня. Может быть, и здесь тоже билеты. Ну, здесь это обычное. Все обычное. Единственное необычное, что здесь было, то, что там лежали билеты. Причем, довольно-таки, хороший дробовик. Неплохо, так как для простой локации. Думаю, что тогда пора сейчас и это залутать. Посмотри, что же там за турнир. И очень удобно то, что если ты не выполняешь турнир так долго, то все парни немножечко тебя ждут. Такие все батецкие, которые здесь есть, тоже никого не убивают. А стоит ли взять какое-то хорошее оружие, пройтись по локациям. Я думаю, что было бы неплохо убить несколько толстяков. Останется буквально 10 минут или 15. И мы попробуем до выполнения этого задания просто зайти расстрелять всех на турнире. Давайте попробуем еще раз сходить. Ведь там же обещали нам не только это. Нам обещали еще некоторые всяческие прикольчики. Отлично и на ярмарке. Сейчас без особых проблем. Естественно, могу попытать счастье и здесь. Короче, тут теперь нам открыто в два раза больше всего. Этот мужик уже ничего не отвечает. Пиньяты как остались, так и остались. И так при этом может помочь нам вот вторая неделя Ханна. У меня есть, конечно, эти рюкзачки. И интересно, что нам предскажет еще судьба сосновой чаще. Сосновая чаще. А подожди, а там за бафы нам что-то говорили? Бафы временные. Она не дает ничего, да? Ну, блин, не знаю, не знаю. Может быть, в дальнейшем, конечно же, все получше будет. Так, это на третьей неделе. Естественно, гонятся и гоночки. Гонки. Вот что интересно. Давайте сразу же попробуем поставить. На какую? Два к одному, шестнадцать к одному. Ладно, давай, жутко крыл. Ставка. Один, два, три. Жутко крыл. Да хоть какого там цвета я забыл. Зеленый. Почему нельзя смотреть на это все? Жутко крыл. Зелененький. Опа, опа. По-моему, зеленый мой выигрывает. Так, давайте. Все. Ну, все. Мой прикол. Мой самый крутой. Мой прибежал первый. Жутко крыл прибежал первым. Я думаю, что... Ух ты, нифига себе билетов там. Вот это нормально, нереально. Давайте еще раз поставим на жутко крылы. Потому что жутко крыл должен сейчас сделать ветер. Ну и как минимум смотреться было бы неплохо. Почему, блин, не сделали смотровой майданчик какой-то? Чтобы можно на это все смотреть было как-то круче. Синий побеждает. Жутко крыл, ты где? Все. Я проиграл. Но ничего, бывает. Ну, зато с первого раза мне повезло. В принципе, я думаю, что... Давайте третий раз. В принципе, третий раз победный. Они не знаю, сколько там кругов бегут. И, я так понимаю, мой жутко крыл уже бежит самый... Самый... Самый последний. Жесть, ребят. Он бежит по внешнему кругу. И все равно прибегает самый последний. Да ну... Одна. Ладно, ребят. Это такое. Поймать индюка. Самое главное. Вот здесь. Давайте попробуем поймать индюка. Это тоже очень важное задание. Я думаю, что мы его пройдем. Только, по-моему, там что-то нужно с кулаками делать. И поехали. Я очень долго разбирался, как это все сделать. Да. Есть. Ну, ну. Ну, индюшки, вы не подведите. Я же хочу на видос снять, что я тут выигрываю. Что вы думали? Индюшка какая-то туповатая. Ну, так. Опа. 7 из 7. Нормально. Ну, это неплохо. Это самое минимум, что я мог сделать. И я, в принципе, победил. Это довольно неплохо. И, по-моему, меня там подвинули в турнирной таблице. Поэтому мы быстренько наверстаем. Ура, ребят, ура. Очень круто. Я победил. Ну, что. Очень круто. То, что индюшки, конечно, я поймал. Но. 50. Это очень много. Я думаю, что индюшек можно ловить. 5 ставишь. 50 выигрываешь. Это довольно неплохо. Это довольно круто. Ну, что там. Нам предсказала наша гадалочка сосновую чащу пойти. Давайте посмотрим, что можно в сосновой чаще найти. Одно, наверное, бегая домой, улучшу свой дробовик. Так будет намного круче. И намного проще. А бензинчик мы сейчас возьмем с почты. Чтобы особо-таки не заморачиваться с затратами энергии бензина. Ну, что. Сосновый бор. И я здесь найду то, что здесь закопано. Поэтому я взял на всякий случай лопату. И теперь попробуем, естественно. Ого, ого. Здесь зомбят немало. Поэтому, ну, сосновый бор это всегда крутые замесы. Но теперь у меня есть крутой дробовик. И я ни разу здесь не боюсь. Ну, в принципе, и до этого не боялся. Даже не с крутым дробовиком. Так, сосновый бор. И, в принципе, где-то что-то здесь должно быть закопано. Зарыто. И я должен это все найти. Обязательно. Может быть, это подвал? Может быть, это подвал нужно? В схрон зайти? Ну, не знаю. Пока что почекаю всю локацию. Во-первых, не знаю. Ни разу еще не проходил этих заданий. И как бы хотелось бы проверить все. Хотелось бы заметить, кто и где поховано. Где здесь спрятано. Естественно, найти крутые бонусы. Я думаю, что здесь билеты и все. Я думал, если честно, что будут какие-то более крутые награды. Но, тем не менее, ты берешь, блин, за пять и ищешь дорогую награду, которая там, ну, билетиков побольше намного. Мне кажется, что здесь ничего нет. Но, зарыто может быть вот здесь, именно внутри. Поэтому давайте сначала чекнем на верхушечку и спустимся вниз. Ого, хорошую лута сыпануло. О, а вот и закопано, ребят. Вот закопано-то. Давай-ка, давай-ка выкопаем и посмотрим. Что? О май, резина. Росток. Неплохо закопал-то. Неплохо, как для ведьмашечки. Но я думаю, что этот автомат с предсказанием довольно неплохая штука. И... Да ладно. Да здесь еще и лопата была. Трикольно. Да если честно, тут только за лопатами ходить можно. Я вам скажу, что довольно все круто. Довольно все идеально. Мне нравится. Я намерен уже в следующем видео попробовать рубануть заданий 10 от этого автомата предсказаний. И посмотреть, что же у меня с этим получится. Насколько все круто. Насколько все идеально. Ну, давайте сначала зайдем вот куда. Мы здесь пройдем все на изи, так как у меня есть крутой дробовик. Мужик, что с тобой? Знаете, вообще люди, которые вот так вот идут и молчат, как-то мне не особо нравится. Ну, мог бы сказать, мужик там, помоги! Там, я не знаю, я бы быстренько там вынул аптечку, подкинул, пацан бы хильнулся. Да, мы бы жили-выживали, добра наживали. Я бы подкинул ему какой-то дробовик или еще что-то крутое. Я думаю, что мы бы не... Ого, ведьма! Ведьма, ребят! Это была ведьма! Нифига себе, ведьма здесь! Она офигела, она пришла сюда прям. Прикольно было бы сразиться с ведьмой именно здесь. Это было бы самое топовое. Кстати, это боксит. Это алюминий. Именно так выглядит месторождение алюминия. И ведьмашечка ушла. Это, конечно, печально обидно. Но, тем не менее, хорошо то, что я первый раз здесь нашел ведьму в данже. Или в подвале. Но это было очень круто. Я здесь когда-то громилу нашел. Но он был уже мертвым. Кто-то справился с ним до меня. Или он просто с голоду залез сюда. Но так и не смог найти себе еду. Так, здесь, в принципе, тоже ничего интересного. Единственное, что можно заглянуть вот сюда. И посмотреть, что здесь. То есть, блин, забился инвентарь всяким мусором. Но этот мусор можно отсортировать. И довольно неплохой лут получить. Смотрите, здесь и бензин есть. И индейку можно закушать. Вот бензинку взять. Вот такой вот лутецкий, ребят. Крутецкий. Надеюсь, что вам понравился видос. И вы уже поставили свой лайкос. Не забывайте также подписываться на канал. Писать комментарии. Все такое. Вам удачи и пока. Кстати, закрепленный комментарий. Там есть все, что вам нужно. Если вы хотите что-то написать мне лично. Или спросить. Или просто пообщаться на любые темы. Обязательно пишите мне. Добавляйте в друзья в ВК. Я отвечаю на добавление в друзья взаимкой. Всем, ребят, удачи. Пока. И увидимся в следующих.